На железнодорожной станции Березина утром 15 июля многолюдно. Горожане в ожидании. Второй раз в Бобруйске передвижна экспозиция «Поезд Победы». Ровно в 9.45 отправление по дороге истории. Внутри с поразительной точностью реконструированы страшные события военных лет. От самых истоков до долгожданного освобождения. Действительно испытываешь эмоции, которые погружают в ту атмосферу. 1418 дней сегодня в этом поезде мы прочувствовали. Это и боль человеческих судеб, это и смерть, это и трагедия, это радость и ощущение праздника от Великой Победы. Это смысл человеческой жизни. Все здесь в этом поезде. Это замечательно, что в нашей стране есть такой проект и, безусловно, он очень нужен для молодого поколения. Посещая этот музей, понимаешь, насколько важна историческая память, как важно ее хранить, как важно ее передавать. Аудиогид в наушниках повествует о годах лишений. На протяжении всего пути только голые факты и пробирающая до костей правда. Каждый вагон – страница прошлого. Мирное довоенное время, тяжелые дни обороны, спасение раненых, ужасы концлагеря. Увиденное заставляет содрогнуться. Световые и звуковые эффекты воссоздают воздушные бои, танковые атаки, походную солдатскую жизнь. Благодаря им экспозиция становится более проникновенной, а ощущения от просмотра острее. Конечно, нахожусь под большим впечатлением, потому что действительно вся экспозиция в каждом вагоне впечатляет. И хочу сказать, что вот настолько фигуры сделаны, как будто бы живые люди. И это глаза людей, кожа, волосы, все настоящее живое, это достают. Через сердце проходит вот эта вся боль, все вот эти трудности, которые испытало наше старшее поколение. Очень рад, что такая экспозиция сегодня находится в Бобруйске. Два месяца именно столько понадобилось, чтобы создать уникальный передвижной музей. Над каждым вагоном кропотливо трудилась бригада специалистов. От Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Художественная экспозиция показывает войну. Войну глазами свидетелей тех страшных и героических событий. В начале 2023 года нам был добавлен новый вагон, рассказывающий о процессах – Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском. В начале экспозиции мы можем увидеть преступления отряда 731 Квантунской армии, а в последующей части вагона можем увидеть часть Нюрнбергского процесса суда над нацистами. Поезд Победы – своеобразная машина времени, которая погружает зрителя в прошлое. Железнодорожный состав несет сквозь лишения и потери к желанному освобождению. В Великой Отечественной войне погиб каждый третий. Более 26 миллионов человек сложили головы в борьбе за Родину. Наша задача – сохранить в памяти и сердцах подвиг тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруиск, 360.